Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шатрина. Смотрите в этом выпуске. Рекордное снижение цен. Это вся овощная продукция на сегодняшний день гораздо ниже, чем была еще летом. Сколько стоит продуктовая корзина и когда мечом ждать подорожание? Пошли на крайние меры. Приставы арестовали имущество фирмы по изготовлению памятников. Почему бизнесмены считают это происками конкурентов? Увидеть больше, зачем в Омске собрались ведущие глазные хирурги страны? Наследие Всемирного фестиваля. Разнообразие взглядов и мнений – это главная черта 19-го Всемирного фестиваля. И поэтому мы в нашем объекте через символы попытались все это отразить. Как в Омске увековечили память о большом международном событии. И прервать победную статистику чемпионов авангард на Оренеомск принимает питерский СКА. Омские эксперты зафиксировали рекордное за последние несколько лет снижение цен на продукты питания. Стоимость минимального продуктового набора в нашем регионе составила почти 3300 рублей на одного человека в месяц. Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе и шестой по всей России. Понижение объясняют хорошим урожаем фруктов и овощей. Как долго ценник останется неизменным и когда мечам стоит ждать подорожаний. Мнение экспертов выслушала Анна Кокорина. Хлеб, молочные, мясные изделия, фрукты и овощи жители Омска области покупают по самой низкой цене. С такого заявления экспертов началась сегодняшняя пресс-конференция. По данным специалистов, стоимость минимального набора продуктов питания в августе составила почти 3300 рублей. Это минимальный показатель во всем Сибирском федеральном округе и шестой по всей стране. Дешевле всего мечам обходятся овощи. В их себестоимость продавцы пока не включают транспортные расходы и затраты на хранение. Так как свежий урожай картофеля, моркови, свеклы и лука везут сразу на рынок, минуя базы овощехранения. Просматривается ценовое колебание сезонных продуктов. Это вся овощная продукция на сегодняшний день гораздо ниже, чем была еще летом. Начинаются повышаться цены на помидоры и огурцы. То есть свободное выращивание их на открытом грунте уже практически закончилось. Начинаются поставки уже со стран Средней Азии и выращенные у нас в Омской области уже в тепличных условиях. Стабильная ситуация и с мясными продуктами. К примеру, цена на говядину, птицу и баранину на омских рынках остается неизменной практически весь год. На прежнем уровне и стоимость на товары и свинины. Несмотря на карантинные мероприятия и АЧС, дефицита в поставках производственники не испытывают. И по прогнозам специалистов смогут и дальше удерживать цены. Если был бы дефицит, первым самым сигналом показало бы это рост цен. На сегодняшний день рост цен на мясо свинины не отмечается. А в декабрю прошлого года, по-моему, даже небольшое снижение есть. То есть целый на сегодняшний день, я думаю, что проблем с обеспечением города Омска и Омской области именно по мясу свинины не возникает. Я думаю, и не возникнет. Утешительные и дальнейшие прогнозы экспертов резкого удорожания основных товаров специалисты не ожидают как минимум до конца следующего года. При этом напоминают о сезонном к Новому году подорожании алкоголя и сладостей. После праздников ценники вновь обещают прийти в норму. Анна Кокорина, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Омские пограничники задержали 343 тонны санкционных продуктов. С начала года сотрудники регионального пограничного управления ФСБ совместно с Россельхознадзором предотвратили свыше 20 попыток незаконного ввоза овощей, фруктов и мяса из США, Польши, Италии и других западных стран. Наиболее часто запрещенные продукты попадают в Омскую область через пункты пропуска Ольховка, Селькуль и Одесская. Импортеры-нелегалы, которых пограничники задержали с поличным, привлечены к административной ответственности. А весь везенный имя товар специалисты управления ФСБ изъяли, затем уничтожили. Свообразный паровоз из девяти автомобилей пользователи интернета обсуждают в омских пабликах. Массовая авария накануне вечером произошла в районе Виадука на 21-й Амурской. Как пояснили в региональной ГИБДД, не выдержав безопасную дистанцию, первое столкновение допустил водитель Рено. Следовавшие за ним водители четырех автомобилей притормозили, чтобы объехать место ДТП, но не успели. На полном ходу в них врезался Ниссан Кашкай, который двигался в попутном направлении. От удара машины продвинулись вперед и, столкнувшись, выстроились в паровоз, замкнули который еще два автомобиля. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и кареты скорой помощи. К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал, однако из-за невнимательности всем участникам придется раскошелиться на ремонт. Сотрудники госавтоинспекции оперативно провели распорядительно регулировочные действия и данное ДТП в оперативные сроки было разобрано. Никто не пострадал, дополнительно напоминаю, и хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, особенно в вечернее время, когда недостаточная видимость, плохие погодные условия, быть более внимательными на дороге. Скорость должна соответствовать дорожным условиям, чтобы не было никаких проблем в дальнейшем при движении. Еще одно происшествие на дороге. На 24-й северного время движения загорелась маршрутка. Пожар в Газели начался в моторном отсеке. Водитель попытался сам потушить возгорание, но не смог. На место оперативно прибыли два пожарных расчета. К счастью, в этом происшествии жертв нет. Причина пожара, по предварительной версии специалистов, стала неисправность электросистемы. Производство остановить, а землю арестовать в одной из фирм по изготовлению памятников. Нагрянули судебные приставы к владельцам двух участков, расположенных на пересечении улиц Королевой-Заозерной. Сотрудники федеральной службы пришли, чтобы вручить требования о сносе незаконно построенного здания и освобождении территории. По словам приставов, судебное решение было вынесено уже давно, однако собственники пытались тянуть его с исполнением, подавая апелляции. Бизнес все это время продолжал работать. Хозяин фирмы, в свою очередь, утверждает, что здание не эксплуатируется, потому что стоит без крыши. Никакие организации в нем не размещаются. Памятники за ограды оставил отец просто потому, что их больше некуда отвезти. На соседний участок и вовсе отведен только под дачные нужды. А какой директор? Организации. Вот этой, которая здесь. Ладно, чьи памятники тогда? Отца памятников. Вот он где, ваш отец? Пусть возвращается. С документами возвращается. Позже выяснилось, что владельцы территории, на которой расположено здание, имеют и большую задолженность. Сумма долга исчисляется миллионами рублей. Теперь для его погашения собственникам придется расстаться не только с бизнесом, но и с землей, даже частью собственного имущества. К слову, сами бизнесмены уверены, что визит приставов, как и внезапно появившийся долг, дело рук конкурентов. Ведущие офтальмологи России собрались в Омске. Сегодня стартовала научно-практическая конференция, посвященная 95-летию Омской офтальмологической больницы. Специалисты обсудят новейшие технологии и методы лечения катаракты, глаукомы и меланомы. Поговорят о достижениях и проблемах при лечении внутриглазных опухолей. Омские доктора расскажут об офтальмологической службе в нашем регионе. Омская больница сейчас оборудована по последнему слову техники, оказывает пациентам все виды помощи, от консультации до микрохирургических вмешательств. Одно из последних направлений, чем мы сейчас занимаемся, мы получили не так давно лицензию на клинические испытания. Это новое для нашего учреждения, для нашего коллектива. И безусловно, у нас уже есть предложения от крупных фирм, производителей продукции офтальмологической. И вот это одно из направлений, которым мы будем заниматься. Я проработала в этой больнице 44 года, вот с 64-го года. Ну и то, что мы делали, стало основанием для тех достижений, которые вот сейчас есть. Потому что я тоже слежу за успехами больницы. И те операции совершенно на новом уровне делаются. Но моя небольшая заслуга в этом тоже есть. Уже завтра в Академическом театре драмы в честь юбилея Омской офтальмологической больницы пройдет торжественное собрание. Отмечу, ежегодно в клинике оперируют до 10 тысяч человек и довольно успешно. Вдавляющее большинство пациентов выздоравливают, либо их состояние значительно улучшается. Особое внимание в офтальмологической службе уделяют профилактике глазных болезней у детей. Обновленную улицу Ленина Мечам представят в конце октября. Об этом строители рассказали на пресс-конференции, посвященной масштабной реконструкции исторического центра города. Напомню, 1 сентября участок дороги от юбилейного моста до улицы Бростита открыли для движения. Однако ремонтные работы здесь по-прежнему продолжаются. Что видят на Мечу в историческом центре, когда все работы завершатся, знает Екатерина Булучевская. До часа пик еще далеко. На Ленина уже огромная пробка. Из-за реконструкции трехполосная магистраль на участке от юбилейного моста до Ленинградской площади уменьшилась практически вдвое. Масштабное благоустройство отразилось не только на автолюбителях, но и на пешеходах. Гуляющим по историческому центру Мечам то и дело приходится обходить ограждения и преодолевать горы строительного песка. Я здесь живу, поэтому каждый день хожу. Если бы ставили табличку, что обход там, например, потому что бывает, что идешь и приходишь в тупик или в какую-нибудь канаву. Подрядчики соглашаются. Неудобства, конечно, есть, но они временные, а результат впечатлит всех горожан. Участок дороги у авиационного колледжа выровняют по нормативной ширине до 11 метров. Сейчас он гораздо уже, и водителям приходится постоянно перестраиваться из одного ряда в другой. Обновят питерские строители тротуары, расширят и выложат узорной плиткой. В точности, как на Любинском проспекте. Так будет реализован проект превращения центральных городских улиц в так называемый Единый музей. Эту концепцию утвердили еще 4 года назад, когда началась модернизация улицы Чиканово-Лиханово. После появился и обновленный Любинский проспект, и театральные скверы. А этим летом стартовала вторая волна благоустройства улицы. Кстати, прекращать работы на Ленина из-за ремонта юбилейного моста никто не будет. У нас есть контакт с департаментом строительства. Как только будет выбрана генподрядная организация на реконструкцию моста, у нас будет проведено совместное совещание по вопросу совмещения фронтов работ. Благоустройство будет продолжаться в соответствии с графиком производства работ. Но, возможно, есть такая вероятность, что будет осуществлена синхронизация сдачи улиц с мостом. И какая-то часть работ перейдет на следующий год. Сегодня основная часть работ уже выполнена, дело осталось за малым. Завершить мощение, установить контактную сеть для троллейбусов и новые чугунные ограждения. А также сменить временное освещение на постоянное. Представить омечам обновленный гостевой маршрут от юбилейного моста до улицы Бростита планируют уже в конце октября. Екатерина Булучевская, Сергей Гаев, 12 канал. Первый концерт после победы во Франции в Омске сыграет квартет, гитара, микс и музыкант Евгений Русинов. Напомню, недавно мячи завоевали гран-при на престижном международном конкурсе во Франции «Звезды Европы». На сот-жюри были представлены видеозаписи и композиции в исполнении инструментальных коллективов из 20 стран. Мячи отправили в своем исполнении старинную английскую песню «Зеленые рукава», мексиканскую мелодию «Тамакун» и «Рок Копури». Эти и многие другие композиции музыканты включили в программу предстоящего концерта, который состоится 23 сентября на сцене «Дома актера» в 19 часов. На площади Уссибади открыли необычный арт-объект, трехметровый памятник, получивший название «Точка зрения», посвящен 19-му Всемирному фестивалю молодежи студентов, который уже в октябре примет у себя Россия. Конструкцию и дизайн разработали молодые омские художницы Мария Шенкевич и Алена Пожеленко. Их проект победил в конкурсе «Наследие Всемирного фестиваля в моем городе». Почему главную роль при взгляде на скульптуру играет ракурс, знает Анатолий Соколенко. Несмотря на дождь, торжественную церемонию открытия нового городского арт-объекта решили не отменять. Событие действительно не рядовое. Заместитель председателя областного правительства Владимир Компанейщиков и ректор Сибади Александр Жигатло разрезают красную ленточку, в небо взмывают яркие шары. Памятник, посвященный Всемирному фестивалю молодежи студентов, наконец оказался на своем месте. И теперь будет радовать омичей. Глядя на массивную инсталляцию, трудно поверить, что авторство принадлежит хрупким девушкам. Разнообразие взглядов и мнений – это главная черта 19-го Всемирного фестиваля. И поэтому мы в нашем объекте через символы попытались все это отразить. И в названии также. Мы были только авторами этой идеи. И у нас на разработку идеи ушел примерно месяц. И затем всю оставшуюся конструкцию сделала рекламная компания, которая в течение двух-трех месяцев совершила всю конструкцию. По замыслу художниц осмотреть памятник нужно со всех сторон. С одного ракурса от сгоду зрителя видно изображение голубей мира, с другого – коллаж из народных орнаментов, а с третьего – эмблема предстоящего фестиваля. Детали рисунка нанесены на столбы разной длины, которые прочно крепятся к основанию скульптуры. Несмотря на всю задейливость памятника, материалы для его изготовления использовались самые простые. Внутри у конструкции металл, а сверху пластик. То есть она достаточно прочная, но в то же время мы очень надеемся на бережное отношение жителей к этому объекту. Надеемся, что никто не захочет его сломать или применить силу. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. Теремония открытия пройдет в Москве, а основная программа – в Сочинском Олимпийском парке. Планируется, что омская делегация станет одной из самых больших. В ее состав войдет больше 120 человек. А компанию им на Черноморском побережье составят юноши и девушки из 150 стран мира. Задача подобного уровня международного форума в том, чтобы привлечь как можно больше молодежи, как можно больше активной молодежи. И мы старались всеми своими мероприятиями, проводимыми в течение года, как бы собрать наиболее активную, наиболее перспективную молодежь, которая бы достойно представила наш регион на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Потому что, ну, наверное, это и является и целью, и задачей этого форума, чтобы собрать лучших. Лучших, если верить подсчетам, будет около 20 тысяч человек, и еще пять станут волонтерами и будут сопровождать участников фестиваля каждый день. В программе спортивные, технические, культурные и экономические секции. Организаторы уверены, что молодежный фестиваль в России выполнит не только политические задачи, но и культурные, и поможет людям из разных стран заговорить на одном языке, на языке мира. Анатолий Соколенко, Денис Лопарев, 12 канал. Православные верующие сегодня отмечают первый в церковном году двунадесятый праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах и соборах Омской митрополии проходят торжественные службы. В этот день христиане вспоминают события, связанные с рождением Дивы Марии. Согласно Евангелию, она появилась на свет в Назарете, ее родители были уже в преклонном возрасте, всю свою жизнь они молили Бога о даровании ребенка. Рождество Богородицы, праздник непереходящий, в этот день организуют также большие крестные ходы. И о спорте. Сегодня Омский авангард на своем льду примет питерский СКА. Матч более чем ожидаемый в новом сезоне. Действующие чемпионы еще ни разу не проигрывали. При этом в 9 из 12 игр армейцы одержали победу в основное время. Дважды доказывали лидерство по гулитам, а накануне в овертайме переиграли магнитогорский «Металлург». Что касается встреч с омским авангардом, на высшем уровне команды встречались 18 раз. В шести матчах победа оставалась за ястребами, а вот в прошлом сезоне омская дружина потерпела два поражения. Так что сегодня, пожалуй, самое время изменить статистику. Рассчитывают игроки на поддержку трибун на арене «Омск». Болельщиков ждут в 19 часов. Прямая трансляция на 12 канале начнется в 18.50. Не пропустите и болейте за наш. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Фарш цыпленка Бройлера 99.90 за килограмм. Хлопья гречневые Гудвилл. 420 грамм 29.90. Сельдь чудо-блюда. 150 грамм 49.90. Низкоцен в Исселькуле. Наш любимый магазин. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом «Либридерм». Адрес точно тот, а вход... Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает офлайн. Это точно свадебный танец? Нефтезаводской керамический кирпич от 6 рублей за штуку. От завода оптом и брусницу. Доставка. Бетон от 2900 рублей за кубический метр. Подробности по телефону 790-201. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. О погоде спонсор прогноз региональное агентство метрологии. Поверка дешевле и проще замены. Завтра, 22 сентября, ожидается осадка в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем в районах области 2,6 градусов выше нуля. В Омске плюс 4, плюс 8. Ветер умеренный. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Истекает срок поверки счетчика воды. Региональное агентство метрологии проводит поверку счетчиков без снятия и без нарушения пломб. Закажи поверку на сайте поверка.рф или по телефону 309-009. Пока-то все новости. Далее на 12 канале смотрите программу Благовест. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok